Епархиальное собрание клириков, монашествующих и мирян прошло в Воронежской епархии. На встрече правящий архиерей выступил с докладами, обсудил с участниками собрания итоги деятельности епархиальных структур в уходящем году. В зале собраний Благовещенского кафедрального собора встретились священнослужители, наместники и игумени монастырей, руководители и сотрудники епархиальных отделов и комиссий, директор православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского, ректор, преподаватель и учащийся в выпускного курса пастырского отделения Воронежской семинарии. Всего на итоговое собрание пришло более 300 человек. Владыка поблагодарил всех за усердное несение церковных послушаний и поздравил с наступающими праздниками. Прошел 18-й всероссийск. Еще раз хочу поблагодарить священнослужителей и меня, все труды, которые вы понесли в уходящем году и желаю, чтобы помощь Божьей сопутствовала всем вам в этом году грядущим. Истинное служение церкви никогда не было другое. Однако и с опытом духовной жизни мы знаем, что там, где иссякают человеческие силы, их восполняет благодать Божьей. Владыка Сергий рассказал о важных событиях в жизни епархии и своего архипастерского служения. В этом году для Воронежской епархии главным событием года стали юбилейные торжества по случаю 400-летия со дня рождения и 320-летия со дня кончины святителя Митрофана, первого епископа Воронежского. Также в местной духовной семинарии открыта магистрская программа по профилю православной теологии, основное богословие. У епархиального благотворительного проекта «Социальное такси» появился новый автомобиль. Был открыт епархиальный центр помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и лишенных крова страноприимница. Было освящено шесть новых храмов. На сегодняшний день в Воронежской митрополии зарегистрировано 500 приходов.